Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и России. В этот день оба наши народа празднуют идею своего объединения. Напомним, что в этот день в 1996 году президенты обеих стран встретились в Москве для создания сообщества России и Белоруссии. Официально этот договор вступил в силу через два месяца после его подписания. Накануне памятной даты в Полесском государственном университете состоялась диалоговая площадка, где ее участники обсуждали события 25-летней давности и делились своим видением о перспективах сотрудничества обеих стран. Очередная диалоговая площадка была посвящена Дню единения народов Белоруссии и России. В ней приняли участие представители промышленных предприятий города, депутатского корпуса, горе-сполкома, общественных объединений и, конечно, молодежь. Как отметила начальник отдела идеологической работы по делам молодежи Пинского горе-сполкома Валентина Кулак, сегодня именно с молодежью надо работать, ведь она определяет будущее нашей страны. Нам очень важно узнать, как молодежь смотрит на проект дальнейшего сотрудничества двух наших стран. Конечно, какие-то перспективные моменты, может быть, будут внесены какие-то предложения и на уровне студенчества для будущего развития двух государств. 2 апреля 1996 года президенты двух государств подписали договор об образовании сообщества России и Белоруссии. Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран. Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан договор о союзе Белоруссии и России. Основными целями создания союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов. После этого последовал ряд других важных документов. Мы все знаем, что Россия и Белоруссия – это братские государства, братские страны. Мы – братские народы. У нас общая история, у нас общие славянские традиции, у нас общие обычаи, общая культура, у нас похожие языки. То есть это общая история, она исторически сложившаяся. И то, что были главами государств подписаны эти договоры о сотрудничестве, о взаимодействии, о создании союзного государства – это все, в общем, более протектованное срой историей и возведенный нам закон. О том, какими в будущем видит отношения двухсоюзных государств современная молодежь, шла речь на встрече, проходившей в формате диалоговой площадки. Студенты Полесского университета охотно вступали в разговор, тем самым показывая свои знания по истории родной страны и свою заинтересованность в ее будущем.